Новые улики в деле экс-премьера Молдовы Влада Филата. При обыске в его доме найдены документы с грифом «Секретно». Следователи не исключают, что в них могут быть доказательства незаконной деятельности политика. И сегодня же для дачи показаний по этому делу в антикоррупционный центр был вызван бизнесмен Илон Шор. А также его еще один свидетель, глава таможенной службы республики. Видание этого подробнее. Как сообщили сегодня прокуроры, в ходе обысков дома у экс-премьера Влада Филата были найдены документы, которые подтверждают его причастность к мошенническим схемам в трех скандальных банках, из которых был украден миллиард долларов США. Кроме того, были обнаружены списки людей и компаний, которые по версии следствия также причастны к краже. Среди найденных документов есть и бумаги под грифом «Секретно», а также свидетельства того, что Влад Филат якобы причастен к слежке за некоторыми политиками. Мне показалось странным, что в доме публичного человека были обнаружены документы под грифом «Секретно» от разных госучреждений. От кого я не имею права говорить, потому что мы еще не раскрыли эти запечатанные конверты. Нам еще надо получить разрешение на это. Также есть и документы, которые касаются протестов на площади Великого национального собрания, из которых следует, что велась слежка за группой лиц, в том числе и за политиками. Не исключено, что на все имущество Влада Филата будет наложен арест. Тем временем его коллеги по партии сегодня обратились в Конституционный суд с просьбой в срочном порядке проверить законность снятия парламентского иммунитета с экс-премьера. Голосование было открытым, хотя закон четко говорит о том, что оно должно быть тайным. И даже несмотря на то, что просьба изменить процедуру исходила от одного из депутатов, у председателя парламента не было оснований ставить этот вопрос на голосование. Есть и другие детали. Посмотрим, как выскажется Конституционный суд. Сейчас Влад Филат находится в следственном изоляторе. Накануне суд постановил продлить предварительный арест еще на 30 суток. Это решение адвокаты экс-премьера намерены опротестовать в апелляционной палате. Кроме того, они подали жалобу на бизнесмена Илона Шора за якобы ложные показания. Напомним, именно заявление Шора послужило причиной для возбуждения уголовного дела против Влада Филата. Бизнесмен заявил, что давал взятки экс-премьеру на общую сумму в 250 миллионов долларов. Сегодня прокуроры подтвердили, что явка с повинной избавляет Илона Шора от уголовной ответственности по этому делу. Но его статус обвиняемого по другим делам изменен не будет. Ведонедова Александр Борейко, МИР24. Экс-премьер министра Филата обвиняют в пассивной коррупции. Если его вина будет доказана, экс-премьеру Молдовы грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Продолжение следует...